В «Будьте моим мужем» в картине и в «Человеке с бульвара Капуцинова» у вас снимался Андрей Миронов, который находился тогда в расцвете славы. Я думаю, что более популярного артиста в Советском Союзе тогда не было, и заполучить его наверняка для двух картин было большой удачей. Да или нет? Ну, по одной, с большим разрывом. Но за картину «Будьте моим мужем» я, в общем, боролась за Андрея тогда, потому что он не сразу согласился, и он там просил кое-что доделать и переделать. Но у нас был общий друг или подруга, мой редактор, Люба Горина, вдова Гриши Горина, с которым Андрей дружил, и она мне помогла его говорить, а потом я пошла на встречу со всем его пожеланиям. И, в общем, когда картина была закончена, я помню, как я иду по «Мосфильму», и Андрюш идет на встречу, говорит, а он шел из кассы «Мосфильмовской». Говорит, знаете, ни одна женщина в мире не платила мне таких больших денег. Он получил вторые постановочные, потому что картина имела большой зрительский успех, и тогда, в общем, получил вторые деньги, и было приятно. И компания у нас была неплохая. Вот Гриша Беленький, который сейчас снимает в Киеве кино, забыла, как называется, завтра в Ирпене они снимают. Вот он мне позвонил, мы думали, с ним увидится, но не получается. Он снимал картину «Будь моим мужем», и мы подружились, и потом вот человек с бульвара Капуцинов опять встретились все вместе.